Ограничения в отношении водителей электросамокатов. В КУФУ пройдут вступительные экзамены для иностранцев. Большое, как я уже часто говорю, домашнее задание для абитуриентов этого года, в том числе и для иностранных абитуриентов, это ознакомиться с нашим сайтом. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Айгуль Хидиатова. В КУФУ стартовали вступительные экзамены для иностранцев. Как и когда будут проходить испытания, сколько абитуриентов уже подали заявление, узнаем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете рассказали об особенностях приема иностранных граждан. Чтобы дать возможность абитуриентам подать заявление, обеспечить им индивидуальный подход, комиссия принимает абитуриентов достаточно рано, 16 мая. У нас уже с 1 марта начался прием иностранных граждан. Уже иностранные граждане подают документы. И 16 мая у нас уже проходит первая волна внутренних вступительных испытаний для тех, чьи заявления уже приняты. В этом году приемная комиссия будет проходить как в онлайн, так и в оффлайн формате. Правила при прохождении дистанционного испытания не изменились. Как и в прошлом году, остались те же требования – стабильный интернет и веб-камера с микрофоном. Большое, как я уже часто говорю, домашнее задание для абитуриентов этого года, в том числе и для иностранных абитуриентов – это ознакомиться с нашим сайтом. Через личный кабинет можно пройти процедуру, как подачи, так и знания документов. Первая серия вступительных экзаменов будет проходить в онлайн формате. Абитуриенты, которые подали заявление, могут включиться в волну прохождения испытаний. На сегодняшний день уже принято около 800 заявлений. Глеб Нигмати и Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Электросамокаты пользуются большим спросом на улицах города и розничных магазинах. Однако каждый профессионал и любитель передвижения на электрических средствах и индивидуальной мобильности должен следить за нововведениями и изменениями в российском законодательстве. О разработке государственного стандарта расскажет наш корреспондент. Электросамокаты зародились еще в 19 веке, однако широкую популярность в России они получили относительно недавно. С момента внедрения их на улицы города правила изменялись неоднократно и каждый раз по объективным причинам. Министерство промышленности и торговли РФ планирует разработку государственного стандарта с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров. По информации пресс-службы Минпромторга РФ, Технический комитет по стандартизации дорожный транспорт определит базовые требования безопасности и методы испытания электрических средств индивидуальной мобильности. Речь идет о наличии тормозных систем, систем идентификации на дороге, прочности конструкции, наличии звуковых сигналов и т.п. В перечень его введения также относят процессы ввоза в Россию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Одним из немаловажных пунктов является то, что средства передвижения будут должны ограничиваться скоростью в 25 км в час, а также оснащаться функцией автоматического замедления в парках и системой спутникового слежения. Внедрение государственного стандарта – это ожидаемая мера, когда появляется какое-то новое технологическое решение, которое может приводить потенциально к аварийным ситуациям и происшествиям, то, собственно, эта сфера требует регламентации. На мой взгляд, спрос на покупку и использование среди пользователей не особо уменьшится, Но стоит отметить, что индивидуальные самокаты в последнее время вступили в жесткую конкуренцию с рынком аренды самокатов. Помимо ранее упомянутых требований, Министерство промышленности и торговли РФ планирует обозначить необходимость в маркировке устройства, которая должна содержать название производителя класс, максимальную скорость, год, производство, мощность и максимально допустимую массу. Известно, что разработка ГОСТа запланирована на текущий год. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюс. Темная ночь, в землянке, смуглянка, туча в голубом и не только. На университетской площади в Елабуге состоялся гитарный вечер, что послужило поводом устроить такое уютное мероприятие для горожан. Все подробности в сюжете Амира Сабирова. Чтоб юга отмела, чтоб верба расцвела, И ради в гость войны домой вернулся. 12 мая на университетской площади в Елабуге студенты, преподаватели, местные жители и гости города смогли насладиться живым исполнением известных песен военных лет. Замечательно, что местных жителей пригласили. Это тоже очень приятно. Надо сказать, что подготовить такой концерт к Дню Победы – это очень большое дело. Гитарный вечер прошел в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы. В уютной атмосфере гости не только слушали, но и подпевали строки из своих любимых произведений. Мы хотели посвятить эти песни, песни тех военных лет, именно нашим предкам, нашей истории, своей страны, так как они откликаются у нас в сердце, в нашей душе и заставляют задуматься не только о себе, но и в целом о мире во всем мире, что является самой главной ценностью. Музыканты исполняли такие знаменитые композиции, как «Темная ночь», «В землянке», «Смуглянка», «Туча в голубом» и не только. Музыкальное мероприятие завершилось исполнением песни «Надежда». Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универньюз. 16 мая, в четвертый день «Медиа-недели» прошла видеоконференция с гостями из Москвы и участниками парк «Патриот-медиа» в Артеке. О чем на ней говорили, подробнее Амир Сабиров. С 13 по 20 мая в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета проходит «Медиа ВИК-2022» по случаю шестилестилетия журналистского образования. Дебют мероприятия пришелся также и на День печати, которая ежегодно отмечается в Татарстане 19 мая. Программа «Медиа-недели» насыщена неспроста. В недельный промежуток Казанский федеральный университет осветит многие интересующие будущих журналистов темы. «Медиа-неделя» у нас проводится как часть мероприятий, связанных с 60-летием журфака в Казанском университете, который отмечается в течение этого года. Мы хотели сделать ее и максимально праздничной, насколько это возможно, но, с другой стороны, учитывая, что сегодня вокруг мира медиа и вокруг вообще ситуации в медиа разворачиваются настоящие страсти и битвы, и сами медиа являются участниками многочисленных битв и информационных войн, то мы решили это еще и наполнить определенными дискуссионными площадками, которые, собственно, в рамках этой «Медиа-недели» будут работать вот у нас в сценах высшей школы журналистики. Первым мероприятием «Медиа-вик» стала выставка «Журналистские династии», который открыл свои двери 13 мая в мраморном зале Казанского университета. 15 мая прошел долгожданный день открытых дверей высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Абитуриенты и их родители смогли задать интересующие вопросы о поступлении и обучении. 16 мая в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошел круглый стол под названием «Диспозиция медиа. Позитивные возможности при негативной повестке». На видеоконференции выступили представители «Юнармии», актеры театра и кино, а также лекторы Казанского университета. Амир Сабиров, Карина Саяхова, Универньюз. Студентка Казанского федерального университета Алина Гараева стала участницей международного конкурса красоты «Мисс Глобал». Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. Победительницу конкурса «Краса» Казани 2014, а также обладательница титулов «Мисс Азия Россия» и «Мисс Планета Россия» Алина Гараева стала участницей международного конкурса красоты «Мисс Глобал-2022». В подобных состязаниях девушка участвует 17 лет и считает, что это отличный старт для развития личности, а также хорошая возможность завести приятные знакомства по всему миру. Конкурс «Мисс Глобал» будет проходить в несколько этапов. Первым этапом конкурса была видеовизитка и видеоконференция в онлайн-форме, где особое внимание обращали на коммуникативные навыки и также на владение английским языком. Ну и последующие этапы конкурса будут проходить уже в Индонезии, что включает в себя выход в национальном костюме, выход в вечерних платьях и выход в купальниках. Кстати, своим национальным нарядом я выбрала дизайнерский татарский национальный костюм от известного дизайнера Лисян Газиевой. Сейчас девушка совмещает подготовку к очному этапу с учебой в Казанском федеральном университете. Родные, близкие, одногруппники и преподаватели поддерживают ее во всех начинаниях. Заявку на конкурс Алина подала спонтанно, получив приглашение от организаторов. Она уверена, что поддержка и вера в себя – главный секрет победы. А человек, который вдохновляет, это, наверное, я сама. Я хочу быть отдельной индивидуальностью, я хочу развиваться в разных направлениях. И я просто делаю то, что мне на самом деле приносит удовольствие. Впереди сложный путь. Алина признается, что о нечестной конкуренции на конкурсах красоты она слышала не раз. К счастью, у нее не было подобного опыта. Среди конкурсантов обычно царит атмосфера взаимопонимания и взаимовыручки. Следующий этап конкурса состоится с 31 мая по 11 июня в Индонезии. В ноябре финалистки отправятся в Камбоджу, чтобы решить, кто же станет новым обладателем титула Мисс Глобал. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюз. На этом все. В студии была Игуль Хидиатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова